Железнодорожный вокзал областного центра встречает прибывших по маршруту Брест-Москва. Хоть и пасмурный, однако не дождливой погодой. Вот уже много лет подряд поезд Москва-Брест прибывает именно сюда, на первый путь московской стороны вокзала. Время его прибытия неизменно. Ровно в 10.31 состав прибывает в Брест. Железнодорожное сообщение Брест-Москва имеет важное значение для Белоруссии и России. Ежегодно более 1,2 млн жителей двух государств совершают поездки по этому направлению, которому в 2021 исполнилось 150 лет. Как много трансформаций пережило за это время транспортное сообщение, как много нового было внедрено и опробовано. Большая экспозиция, развернувшаяся в зале ожидания, наглядно демонстрирует, что поменялось в транспортном сообщении за эти годы. Как постепенно улучшилось качество перевозок, увеличился пассажиропоток, сократилось время преодоления расстояний. Об этом же рассказала и небольшая театральная зарисовка, открывшая торжественное мероприятие, посвященное 150-летию железнодорожного сообщения Брест-Москва. Участие в нем приняли руководители ведомства Белоруссии и России, руководство области и города, почетные гости. Мы компактны и очень насыщены транспортными связями страна. Это дает наше преимущество. Фактически 364 станции на белорусской железнодороге, 250 из которых открыты для грузовладельцев, это говорит о том, что фактически сегодня железнодорожный транспорт – это 60% грузоборота в стране. Большое значение имеет маршрут Брест-Москва с экономической точки зрения. В частности, объем перевозок грузов между двумя странами в 2020 году составил около 41 миллиона тонн, а за 10 месяцев 2021-го больше 34. Именно в Бресте завязаны достаточно мощные сообщения грузов из России в Европу и наоборот. Говоря об этом, в приветственной речи губернатор региона Юрий Шулейко высоко оценил работу людей, обслуживающих эту логистическую цепочку. Во многом именно их грамотная и слаженная работа позволяет решать определенные экономические вопросы. Огромные слова благодарности, конечно, двум странам сегодня. То, что у нас есть взаимопонимание, то, что у нас есть сегодня рабочие планы, то, что мы в состоянии поддерживать громаднейшую инфраструктуру в таком высоком техническом состоянии, обеспечивать те необходимые объемы, которые дают дальнейшему, конечно, экономику каждой стране непосредственно. Развитие транспортного сообщения между городами Белоруссии и России продолжится. Сегодня стоит задача по расширению сообщения по Адлеровскому и Мурманскому направлениям. По мнению представителей российских железных дорог, маршруты должны расширяться. Ведь направление Брест-Москва связывают не только Белоруссию и Россию. Это что-то большее. Вы видите, как растут и объем перевозок, и как возрастает перевозки пассажиров. Это первое международное пассажирское сообщение, которое было открыто между странами. Это между Россией и Белоруссией. И сегодня мы с вами являемся свидетелями, что в этот юбилейный год запущен еще новый сервис. Это скоростные поезда «Ласточки», которые идут между Москвой и Минском. И мы также будем развивать и дальше обмен нашими гражданами, чтобы граждане обеих наших стран могли ездить друг к другу и как можно чаще общаться. Кроме того, в праздничный день сюрпризы ожидали и пассажиров. Так, на мероприятие был приглашен гость областного центра, который первым приобрел билет на поезд номер 28 Брест-Москва на 16 ноября, еще за месяц до отправления. Сюда Дмитрий Ирков приехал к друзьям погостить. А получилось еще и войти в историю. На память о событии теперь останется подарок. Иногда пользуюсь и автомобильным транспортом, но чаще железнодорожным. Поэтому железная дорога в моей жизни, по крайней мере, значит очень много. И значило, и значит очень много. Логическим завершением мероприятия стал еще один ритуал. В присутствии гостей и участников мероприятия состоялось торжественное гашение двух художественных марок почтового проекта «150 лет железнодорожной магистрали Смоленск-Минск-Брест». Эксклюзивные экземпляры останутся на память участникам торжества. Продолжение следует...